Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 315. События дня. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Филиппинцам 1.22. За 22 октября 2016 года. Советую посмотреть ролик, зарядить. Вот он указан. И дальше. Филиппинцам 1.29. Дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Дано. 1 Петра 4.3. Это как эпиграф. Радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Это мужество дает. Я знаю это от Бога. Ну, что бы ни было там, авария попала, недостаток какой-то, оно все на пользу. Вот надо было что-то мне когда-то сделать-то. Я обратился к тому человеку раз, другой, третий. Я даже не знаю, что его и нету здесь. Он уехал куда-то. Я беру другого. У меня запасные бывают несколько человек, там и программисты, там или шофер где-то. И оказалось, что если бы первый поехал, он нашелся здесь, результат был бы другой. Он был там нежеланный. А этот как раз к месту пришелся. Я потом все размышляю, но я же просил. Господь знает. Вот я говорил, у меня женщина недавно одна позвонила, сестра, что сын в другом городе за кого-то поручился. Тот взял деньги и, видимо, не отдает. А телефон-то дал родителям. Он бомбит и бомбит. Ну, кто там дали-то? Те, которые деньги-то дают, они дают, чтобы вернуть с прибытком, а у них нет. Но они, видимо, потеряли все нити, а с того еще возьмешь он. Еще сам-то не имеет. А поручительство... О поручителях много в Библии сказали. Не вручайся, чтобы из тебя постель не взяли. Ну и, видимо, допекли уже. Отец переживает, говорит, там, почернел. Мать позвонила мне. В прокуратуру может обратиться. Я говорю, а что она прокуратура-то? Кого она будет брать-то? Кто звонит-то? Где искать-то его? Еще он сделал не так. Его и брать не за что. Я говорю, нет. У меня было такое. Молитва. Ну, я показываю каждому мое оружие. Вот. Это щетки называется. Щетки. Сто. Три святое, сто поклонов. Я говорю, ты будешь молиться со мной? Буду. Давай молиться. Давай. Сейчас будем молиться. Перед Богом откроем и скажем, Господь, если тебе угодно, через того, который бомбит их там, звонит, через стационар звонит, его тут в черный список не занесешь, домашний телефон. Значит, от тебя, Господи. А если нет, то запрети им, чтобы они звонили. Ну, и сегодня мне пришлось снова выйти на этого человека, а сказала-то она вчера. Я сегодня спрашиваю. День прошел. Ну, как? Не звонит. Совсем не звонит? Нет. Нету. Сколько дней бомбили, говорит, нас. Говорит, непрерывные звонки идут. Сразу как отрезало. Я говорю, ну, ты понимаешь, что это такое? Вот пришли к Иоанну Златоусту и говорят, мы вот там паломники идем, а там он, вон, там лес идет. И там лев выскакивает. И сколько раз уже задерет человека и утаскивает. Ну, Златоуст подумал еще к прокурору пойти. Да нет, взял крест. Поставьте вот этот крест, осветил его. Проходит какое время? Люди говорят, по тому месту проходить даже невозможно. Такая зловония идет. Ну, посмотрите, что там. Посмотрели, лев сдох. Сдох и воняет лежит. Падаль. У меня голубей таскал этот ястреб-то. Я ничего не могу сделать в городе. Стрелять не будешь, а он лучших голубок моих перетаскал уже сколько. Ну, были два священника еще здесь. Помолились. Я ребят попросил, и быстренько крест мы сделали, восьмиконечный, из рек. Осветили, святой водой полили. Они почти вон там тополя растут, их видно. И там в Кронево утвердили. Я стихотворение даже на это написал. Написал. Вот. Сейчас даже, к слову сказать, могу мгновенно найти, но это же не одно стихотворение у меня. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Они соединены все вместе. Сейчас мы найдем еще это. Ну, оказывается, так. Я думал, слово найду, быстро найду, нет? Да. Неужели этот... Да, это промокнет пазель. Да. А вот он нашел стихотворение. Это видите как? Пернатые воздушные пираты. Выхватывают стаи лучших голубей. Им не почем моих усилий траты. Чего же ради ястребу робить? Молился и томился ежечасно. Когда по стае бил залетный сокол, ружье хватал, даже во сне часто, но и ворам то обернулось боком. Мы осветили и воздвигли восьмиконечный крест. В лесу напротив кроне укрепили. Понятно, освещенный он птицам не насест. Вот тут-то выявилось хищников бессилье. Всей общиной за чудом наблюдали резвящуюся в небе карусель. В лесу не знаю, где воняла падаль. И ни один за грань бандит не залетел. Дивились люди, ахала окрестность. Ходили крест просматривать в листве. Да ныне остов той стены не треснул. Их голубятнюю коршу сплавиться не смел. Неважно, лев, правитель или тигр, путь пилигримом преграждает смертно. Бог объявляет вне закона мир, чтоб не дружились с миром дети верных. И сила крестная, сильнейшая из всех, не переплетение палок и железок, а страшная голгопа, Иисус, подъявший грех, где чарь орущая с шести сторон полезла. И мечутся в тенетах в рожьи тени. Поныне в погребе и в ясных небесах Христос распятой армией заменит. Внутри и вне им нагоняет страх. Из малого, ничтожного, как будто, мы извлекли полезное зерно. Опасности, как голуби, избудем, когда к Христу душою повернем. 17 августа 2007 года. Вот это вот, не надо воевать, там музычка была, здесь этот Арсен Моторола. Не надо, эти люди даже не нужны будут, если мы будем молиться. Они не придут, Гитлер не родится, Наполеон не придет. Это за наши грехи такие люди рождаются, бандиты, там, боевики они, или разбойники, их как угодно называют. Тамерлан, Атила, Ларих, там их не пересчитать. А все в молитве. И это мы знаем в жизни святых. Когда папа помолился, вышел, и он от Рима отступил, отступил и ушел. А уже полностью все уже было пропали. Или как под Ельцем, когда молились, икону принесли, Владимирская икона Божьей Матери. Божья Матерь явилась, а он пришел, Тамерлан, железный хромец. И ханам сказал, они всю ночь слышали, как он метался, что, я видел женщину, и там вокруг нее старцы стоят, она погрозила мне, не смей вперед идти, иначе тут и умрешь. И он повернул вниз, и из вечного астраханского хана разбил, и в песок ушел. Я попутно это сказать. Вот. Ну вот один мне сегодня пишет. Латвия. Александр. Мир вам, Игнатий Тихонович, благодарю вас за ценные и золотые советы и пожелания. Какие-то он давал советы, золотые, ценные. Я ничего этого не знаю. И люди, которые говорят, а, там пиар, там разное. Я тоже этого не знаю. Я еще раз повторяю, молитва. Доверие Богу. Владимир Галендохин. Мир вам, Игнатий Тихонович. У нас все благополучно, слава Христу. Он с учениками был, со своими в лагере. Мои ученики вспоминают замечательное время, проведенное в лагере Потеряевки. Для них это было еще и настоящим жизненным испытанием. Родители у всех довольны и благодарны. Я отправляю вам свои фото. Спаси Христос. Фото эти надо будет показать. Вот, свои фото. Как они выглядят. Что он хотел? Больше покажу. Ну, я покажу просто. Вот. Это вот наш, мой мир. Он через мой мир зашел. Я не знаю сейчас, найду я его или нет. Галендухин. Виталий, Колесник. Александр. Видишь, сколько. Ну, где-то ушел дальше. Вот. Ну, дальше я буду свои эти, читать, которые поступили письма сегодня. Игорь один, как бы, за него. Игорь это священник, матушка. Просила совета. Она там где-то работает, преподает. Трое ребятишек. И уже ответ поступил. Я его скрываю. Без их разрешения. Я не стал открывать, потому что недруги мои, как хищники, нападают на этого человека и заливает грязью его буквально против меня. А против меня еще не воевать-то. 41 книга, 5800 роликов. Да меня голыми руками любой может взять. И я не молчу. И все время говорю открыто, ни перед кем не пящусь и не горбачусь. А это не принято. И поэтому они меня терпеть не могут. Спаси Христоса, Игнатий. Благодарю вас за ответ. Так радостно на душе стало. Сам Игнатий Тихонович мне ответил. А та матушка пишет. Вы меня простите. Не понимаю, где искать события дня. Если сможете... Ну, сможете, я объясню, конечно. Объясните, где это найти. Батюшке, то есть мужу, просчитало ваше сообщение. Он сказал, что когда купим веб-камеру для компьютера, обязательно выйдем на связь. Еще раз сердечно благодарю. Храни вас Господь. Ну, один раз, только выше на меня. Смотри, там какие слова. И это уже явно друзья. Радостно на душе. Они ценят, что... Сам Игнатий Тихонович ответил. А кто я такой? Повторяю, у меня образования нет. Образование нужно. Но оно не всегда на первом месте. На первом месте это молитва. Я отвечаю. Это на нашем... Вот, видишь, как я ответил-то на нашем видеоканале. Ежедневно, летом, в среднем выставляли по 6 видеороликов. И среди них есть ролики постоянно, на каждый день, события дня. Вот тут и нужно смотреть за нужное число, которое я вам указал. Ну, вот сюда только ткнуть. И наш видеоканал я показал. Здесь более 5800 наших видеороликов. Ну, видеоканал теперь не нужен. Я впереди его показал. Ну, и это тоже можно убрать. Потому что впереди достаточно, чтобы не путать все. Ну, и сегодня мне один семинарист, алтайский, скинул и говорит. У нас выходит журнал, называется Покров. Студенческий журнал Покров. Барнаульское духовное семинарии. Номер 9, то есть за сентябрь. Последний номер. 2016 года, страница 34. Там, говорит, про вас написано. Вот это да. Про нас. Я, правда, открыл. Действительно. Вот я кавычки открываю, оттуда скопировано. В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район, поселок Село Потеряевку. Где основала новую приходскую общину во имя священно-мученика Анфимы Некомедийского. На 2013 год официально Село Потеряевка, не село, а поселок, проживало 33 человека. С 1996 года в Село Потеряевке действует детский, что главой православный лагерь Станчий и священно-мученика Климента Анкирского. Но тут я буду говорить неточности. Не с 96-го, а с 72-го. Это большая разница. Построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построено 16 жилых домов, 12 бань. Все здания электрофицированы. Для НУШ общины облагорожены. 12 колодцев. Что он имеет в виду облагорожены? Это заново копаны, не облагорожены. Ни одного старого колодца не было. Выкопаны. И три пруда. Там прорваны, там тоже. В составе РПЦЗ протеерей Аким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, проходившем в городе Сан-Франциско с 7 по 14 мая 2006 года. Ставшим одним из решающих шагов к уврачеванию разделения между двумя частями русской церкви. После подписания акта о каноническом общении, это в журнале, выходящем по благословению местного митрополита Сергия Иванникова, московского патриархата, после подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри русской поместной православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. И таких не было. Или сварились все в разные раздробленные какие-то юрисдикции там, или в патриархию в прежнем состоянии, не двигаясь никуда, только наши общины, на весь, говорится, Советский Союз. И за рубежом больше нет этого. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года, истекло, приходы в городе Барнауль и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Ну и куда ваши там кто-то каркал? Ой, ой, батюшка безблагодатный, вы отверглись, у вас никого нету. Что еще надо-то? Что надо, быть растоптанными? Имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Крестовозреженский приход города Барнаула и община села Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. А то называются миссионерами, бросили. Какие вы миссионеры? Если вы миссионеры, вы должны тонко разбираться в этом, помолиться. А здесь стандартно, шаблонно. Напрямую у нас нет епископа здесь. Все, Бог не слышит. Да где это видано? Мы не отказывались. Еще ради бы нас он бросил в митрополиты. Не поминайте меня, сказал. Как? Такого не было. Непоминающие, когда есть, их стараются, чтобы поминали. А когда поминают, чтобы не поминали. Я Папу Римского поминаю все время. Того, который на покой ушел. И Венедикта, и Франциска поминаю. Но это не в храме дома. У меня нет ни одного дня, чтобы я не молился за Пап Римских. Мне на сердце положено это. Я все время молюсь за Эрдогена. Как он называется у них президент? Или как глава Турции? За Омана Тулеева. Ежедневно молюсь. Мне никто это не запрещает. Зачем? Чтобы они познали Господа нашего Иисуса Христа. Крестовозвиженский приход города Барнаула и община села Потерябка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. А кто такие старообрядцы? Которые на реформу Никона не пошли. То есть те, которые, как Сергий Радонежский, все до Никоновской реформы. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, то есть на голове у нас волосы длинные не носят. Носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный бытовой уклад многие семьи многодетны. Поддерживается древнерусский нравственный бытовой уклад. Разве это плохо? Ну, слова-то какие-то. Не я пишу. Староста этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин. Вот я даже выделю сейчас, чтобы которые недруги-то они просчитать могли, а то они ослепли, не видят. Злоба говорит, ослепляет. Известный православный миссионер А то лжи-миссионер, псевдо-православные там дворкинскую блевотину наглотались, а теперь, не знаю, да дворкин еще там дворкин на небе был, поднял мятеж против Бога. Свой. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако, можно уверенно утверждать, ну, реакции разные, это и хорошо, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Ну, где эти там разные эти потомки душителя Скуратова покажут тысячи? Так у меня каждый день почти приходят люди, мы через вас обратились, через вас там в YouTube, форум или где-то. Мы никого не ссорим. Вот сегодня пришел, я отходил к баптистам, мне так понравилось, ушел из православия, я говорю, я вам все сказал, больше не спорим. У меня нет споров никаких. Тебе так открыто, открыто, но я тебе еще раз повторяю, вне церкви нет спасения, они не церковь, они не церковь. Религиозная организация, да, а Бог придет за церковью, Христос. Вот и весь сказ. Тебе надо, я тебе скину материалы. Кто это написал? Доктор богословия. В патриархии доктор богословия. Много их докторов богословия? Кандидат юридических наук одновременно. Много ли таких, чтобы такая совместимость была? Профессор. Капитры. Истории церкви Черновицкого православного богословского института. Настоятель храма святителя святого Луки. Города Норильска, священник Павел Бочков. Кавычки закрыты. Мы с ним не встречались ни разу. Не то, что там, а вот вы, там, зазомбировали. Я его зазомбировал. Он работает, он доктор, профессор. Профессор и кандидат еще юридических наук. Вот и ответ. Екатерина Тинникова пишет. Спаси Христос Игнатий Тихонович. Она хакастка. Хорошая статья. Слава Христу, которая впереди. Всегда с радостью вспоминаю дни, проведенные в лагере. Это было прекрасное, благословенное время. Она нынче закончила университет там и приехала специально в лагере побыть. Тихая, спокойная, коса ниже пояса. Вот так. Татьяна Федоровна это раньше писала. Спасибо за ваши молитвы о нас грешных и полезные практически уроки. Ничего не знаем и не умеем. А в жизни надо это все уметь. Мужчин в окружении нет учусь на вашем канале. Я на этом ролике показываю, как тащить топор, что наступить на грабли показываю, как тащить пилу. Мы сейчас с Володей поговорили. Я говорю, так у нас все есть. Мы показываем, как утром встаем, как молимся, как вечером, как на богослужении, как проповедуем, как мы в миссионерской поездке были, останавливались, свидетельствовали, в храме проповеди были. В Москве я в храмах проповедую. В разных. Лжеммиссионер, значит, там не разберутся никак возле храма Христа Спасителя. И когда ничего не закрыто, не открывали нам специально у храма Христа Спасителя, а открыли, с одной стороны, там загородка не пускали, полицейские, чтобы мы могли помолиться. Дальше. Мы показываем, как работаем на прудах, в огороде, дорогу строим. То есть у нас непрерывная работа. Валим лес, обрабатываем, стелим полы, чистим печи, ставим трубы. То есть мы все время работаем. На огороде работаем, как убираем, как везем, как раздаем. Вот она заметила это. Мы не просто философствуем. Вот что я сказал, ни Осипов, ни Смирнов, никто это не покажет. А священники уступают, у них этого ничего нет. Ни у кого. Повторяю, ни у одного. Я не знаю, может быть, они больше нас работают, но ни одного ролика я у них не встречал. Нигде. И что, по скайпу они разговаривали? У меня по скайпу сотни их тоже нет. У нас богатейшие ресурсы. Почему? Мы Бога любим. И Господь обильно нас благословляет. Обильно. Вот я говорю, помолились только. Все заглохло, нигде ничего нет. Помолились. Ястреб таскал голубей. Все. Я один раз видел, он летит там вот так вот мимо, параллельно, как вот я показываю. Это наш дом. Голубятни, и параллельно дорога идет, и там дальше опь течет. Он там пролетел ястреб, и один раз видел, но сюда больше ни разу. А дает только выпущу, он прям в стаю и бьет. Значит, сила молитвы. От чего она зависит? От Бога. Ты можешь, говорит, в лепешку разбиться, и ни одна молитва не будет услышана. А нам Бог отвечает. Он отвечает, почему? Мы его любим, Бога. Мы любим ближнего. Мы не можем людям дарить машины богатые, ничего. У меня пенсия там 6 тысяч, сейчас на Родобаре уже 7. Где я возьму? У меня ни рубля нету дохода, ниоткуда. В течение года ни одного рубля нету. А сейчас только налог пришел за то, что у меня эта территория. 10 с лишним тысяч заплатить надо. Юристу отдал, посмотрел, говорит, да, надо заплатить. Это мне 2 месяца надо не пить и не есть за землю, где мы молимся. А как? А я ни рубля не буду платить. Я отдал тут у нас экономист, который избранный по финансовым делам. У нас вообще денег нету. Она говорит, хорошо, все сделаем. На содержание люди платят по 50 рублей, этого не хватает. У батюшки десятина, там откуда-то еще возьмут, заплатят. Я вообще на государственном веждевении, говорит, государственная вещь, как Владимир Ильич говорил. Ну и вот еще раз покажу. Жалко, что я не сумел показать Голендуйхин это. А что я это не заряжу? Сейчас, минутку. Голендуйхин. Правильно написал, нет? Нет. И неправильно, да? Букву L надо убрать. Ага, вот так, да? Вот так? Угу. Вот, выскочил. О, вот он как. Давай мы сейчас посмотрим, что он тут мне прислал. Ну это, видите, начинает дергаться. Почему они так сделали, чтобы дергалась? Не знаю. А мне охота показать. О, а что такое? Ну, Володя. В сообщение зайдите. А? В сообщение зайдите. В сообщение. В сообщение. Ну, она на киньку и выкинула. Голендуйхина и нету. А это как? Ну, она не печатает даже неправильно. Вот он, Владимир Голендуйхин. Вот мне надо сейчас показать, какие он фотографии прислал. А почему она не идет? Ну, сейчас посмотрим, что он нам прислал, а? О, да он сколько их прислал. Вот сейчас мы посмотрим, что-то тут покажется. Тебя видно будет, нет? Да. Ну, сейчас. Ой-ой-ой. Придется задержаться. А это кто фотографировал его? Это он сам? У него же был фотоаппарат. У него фотоаппарат? Да. А-а-а. Ну, понятно тогда. Сейчас. Так вот, вообще, он целую серию прислал. Еще себе. Он откуда был? Из Свердловской области? Да, город Реж. Ну, так это что же? Тут до утра не просмотришь. Ну, давай посмотрим. Вот. Это он сфотографировал на складе. Я показывал, где ласточкины гнезда. Его ребятишки стоят здесь. Дальше. Это зерно насыпано. Дети. Вот они берут тут зерно. Видишь, как склонились все к красоте. Ну, кто снимок такой может сделать? А у нас это все есть. Дальше. Теперь я им показываю зерно. А почему оно у меня тут не получается? Маленько как-то. В фотографии-то не входит. Вот. А это что дети делают? Что это они руки протягивают? Вот они, маленькие. Хохочут. Плохо им в лагере или хорошо было. Посмотри, какие улыбки. Это и говорит о том, что хорошо. А что это они делают? Еще ловят. В нашем лагере. А, это Сергей их там учит бегать с ведрами. Соревнование устроил. Сергей Пупков. Дальше. Крестный ход. Вот я на велосипеде еду, крестный ход пошел. Вот за крестным ходом. А вот пришли крещения. Это на крещение пришли. А вот эту машинку запускает, как самолетик. Какое-то там название такое, как геликоптер. Квадроцикл какой-то там. То ли квадроцикл, то ли как он там. Ну да, квадро. Что-то там. Что-то такое. Вот она. Это у нас тут на крещении. Вот помазание Алеши идет. Я не знаю, почему не вмещается фотография. Это. Вот. Видишь, как фотографирует с лодки. Ну ни один, кого я назову, священник. Они этого ничего показать не могут. Никто. А вот Алеша обнимает его. Он такой хиленький мальчик. Вот этот Алеша. А вот этот Василий Вася запускает. Я снимаю его. А то Виктор Николаевич смотрит кверху. Я эти фотографии не видел. Первый раз сам смотрю. Вот батюшка крестик ему дает поцеловать. Вот помазание идет. Он рыжеволосый такой, голова, как петушок красный. Видишь, как молитва считается. А тут я на скамейку забрался. Ноги обтер и меня держат. Чтобы последнее слово сказать. Батюшка, ты уже закончил свое крещаемое наставление дать. Вот Сергей меня поддерживает. А я на скамейке, как петух на нас есть. Причащается Алеша. Видишь, как руки сложил. Все. Вот он подходит к чаше. Вот. А эти хулители. Все. Да крещение, да перекрещение. Да вы крестите правильно. Перекрещение. Все об этом знают. Это Никита стоит. А это вот приезжали два брата из Белоруссии. Крещение приняли. А это одна из девочек с Киргизией. Вот они ходят. Высоко у меня сделано. 75 метров. Вот те малышки ходят. Тоже им интересно. Интересно им было. Шалаш на 30 человек. Виктор Николаевич, что ты играешь? Ты на 30 человек. Вот окошко. А, это на кухне. Это Володя. Вот она. Угольки. На пекарне. Пекарне. Вот она. Видишь, как. Сейчас будет в печку ставить их. Вот это ребята оттуда приехали. Тут Новый Завет им подарили. А Алеша Трехтомник подарил я. Вообще. Вот они считают Новый Завет. Видишь, как. Маленькие подарили. Были дети пятидесятников. Они тоже молились. Душа. Вот считает журнал Душа. Он сфотографировал. Вот они где ходят. Я называю разъезд. Какая местность красивая. А это вот они находятся в столовой. Чего они тут в столовой? Сфотографироваться решили. Видно. Ёжика нашли. Вот ёжик. Рядом. Вот они отправились. Куда? Эти девчушки маленькие. Все время рот до ушей. Плохо им было. Нет, конечно. Хорошо. А, да как-то они отстроим идут. Палки взяли в руки, как оружие. Я и не думал даже. Вот они. Вот это, да, женский батальон. Платья какие-то. Баба Надя расстаралась и ходила. Вот они стоят. Ну, да посмотри, у них лица-то. Рот не закрывается. Чего тут говорить? Вот они. Поднимаются. Одна, вторая. Там качает или что на турнике. На огороде. Вот тут что-то они тяпают траву. Вот и ребята. Это у бабы Нади уже пришли. Это уже лагеря не было. Вот это пришли они помогать. Они уже теперь деревенские. А вот здесь они жили. Это наша гостиница. Ну, и тут они жили. А вот их как раз Галендухин Владимир. Вот он. Вот так. Тут что-то я им говорю. Где они тут находятся? Как будто бы... На скворечнике. На скворечнике? Да. А, вон где. Ну, вот так. Вот сколько фотографий посмотрели. Дальше. Всегда показываю на форум. Заходите. Вот это форум наш. Форум во свете Библии. Так и называется. Во свете Библии. Вот внизу видно. Во свете Библии. Ну, и православный видеоканал. Открытый моком. Вот заходит. Вот Рахиль. Казашка. Тут вообще ничего не скажут. Заходят ругатели. Прямо ругаются. То, что мы говорили о народе Божьем евреи. Евреях. Евреев ненавидят. И нас ругают за них. А я говорю, что нельзя проклинать Божий народ евреи. Вот так. Тут собрание. Вот сегодня я поставил пять роликов. Пять. Вышел на меня Мачалин Владимир, который написал гимн нашему сайту. И он там слова хочет переменить. Я никак не согласен. Уже напели другие слова. Я говорю, нет. Даже сравнивать не буду. Один к десяти даже не подходит. Насколько тот хороший есть. Вот Дмитрий из Греции. Четыреста пятьдесят четыре человека посмотрели его. Просмотров. Вот. Тут поставили мы что еще тут было. Сейчас я покажу. Да на днях только было тут. Кого-то. А где тут? Вот он беседует. Полгода карантина снято. Девятьсот пятьдесят. Вот сколько. Та запись. Ну вот дни идут. И тогда побольше маленько. У нас маленькое посещение. Но роликов там много. И поэтому посещение будет больше. Четыре миллиона сто девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть семь. Ну я не вижу. Семьсот пятьдесят семь. Четыре миллиона просмотров. Что это означает просмотров? То ли листики листали. То ли сколько человек посетило. Тоже ничего не разбираюсь. Ну и наш православный библейский сайт. Заходите. Здесь богатство. Несказанное. Сколько книг есть. Вот просят сегодня книги. Опять. Песня по православию. По одному экземпляру я не посылаю. Это человека посылать. Он больше полдня проводит там. Это когда найдется человека три-четыре. Чтобы, конечно, книга не одна была. Вот она пришла. Все на этом. Сегодня еще дома суббота. Я дома. Володя ходит, покупает камышево, где надо. День такой хороший очень. Вечерня прошла. Кого хотели, посетили, навестили. Господь милостливый. Ну и все на этом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.